На Украине, в городе Сватово, на этой подконтрольной Киеву, территория Луганской области, пытаются справиться со страшным пожаром на складе боеприпасов. Арсенал, который находится в черте города, вблизи от жилья, полыхает уже почти 13 часов. Тушить даже не начинали. Бесполезно и небезопасно, ведь снаряды продолжают взрываться. Уже есть жертвы. По данным украинских спасателей, погибли двое. Это мирные жители. Они находились в магазине, в который попал сдетонировавший боеприпас. Их на территории склада было 3,5 тысячи тонн. Причем речь идет о крупном калибре, боекомплектах для Града, Смерча, Урагана. Кроме детонирующей начинки, в них есть еще и ракетное топливо. Из-за этого взрывы нарастали лавинообразно. Это хорошо видно на кадрах, снятых очевидцами. Пострадавших четверо. Это милиционеры и военные. Из опасных районов начали вывозить с населения. Покинуть свои дома вынуждены 20 тысяч человек. По данным местной администрации, повреждения той или иной степени тяжести уже получили десятки жилых многоэтажек. В зону поражения, кроме прочего, попадают школа, больница и крупная электроподстанция. Некоторые соучреждения уже эвакуируют, как, например, дом престарелых. По сути, выводить людей и наблюдать. Это все, что сейчас могут сделать власти и экстренные службы. Вся мощь взрывных процессов, она сейчас идет в небо, потому что артсклады расположены в яме. До ближайшего жилого дома расстояние 300 метров люди эвакуированы. Все больницы в Сватово и в районе вообще, они уже приведены в состояние готовности. Дело возбуждено по статье терроризм. Ну и сейчас, пожалуй, вся Украина следит за развитием драмы на пылающем арсенале. Там, под обломками складского помещения, остается живой военнослужащий. Но добраться до него невозможно. В администрации области и в командовании говорят, что спасатели не смогут приблизиться до тех пор, пока все не выгорит. И вот буквально только что пришло сообщение от украинской службы чрезвычайных ситуаций. Пожар продолжается, но прекратились взрывы. Готовятся провести разведку с воздуха.